Этот ролик будет посвящен программированию, поэтому, соответственно, всем, кому это неинтересно, тем, как работать, в частности, речь пойдет про X-Plane. Поскольку для X-Plane, понятным, всем известный клиент X-Supic есть, но он, к сожалению, не обеспечивает той функциональности, которую обеспечивал X-Supic, который продолжает развиваться для Prepar, ну, Prepar 3D. И поэтому, продолжая вот этот вот свой маленький плейлист, в котором я рассказывал про то, как, собственно говоря, можно пользоваться SDK для FSX, Prepar, неважно чего, под C-Sharp, естественно, для того, чтобы создать клиента под хоть Prepar, хоть X-Plane, но на базе X-Supic. Сегодня, соответственно, я расскажу про то, как создать альтернативную вещь на базе UDP клиента, то есть это сокет клиент, ну, фактически такое локальное сетевое соединение с Prepar, ну, с X-Plane. Так что вот в предыдущих частях было, что было, а про это вот, к сожалению, документации нигде мне никакой особо не попалось, поэтому я, в общем-то, создам новый проект. Писать буду, в общем-то, как и раньше, с точки зрения того, что я не люблю, когда люди показывают, как они вот набирают код потихоньку, потому что при этом надо комментировать. И, естественно, возникают ненужные ошибки. Я беру банальное, пустую Windows-приложение. Не люблю я, собственно говоря, писать в консольные приложения, потому что как-то ненаглядно все это выглядит. Вот. Сразу создам некий небольшой статический классик для преобразования кодировки. Ну, так его и назовем Convert Help, чтобы, собственно говоря, мы могли быстренько преобразовывать. В этом, в основном, и есть нюанс. Две процедурки небольшие. Одна из них будет нам преобразовывать то, что мы будем записывать. Точнее, две процедуры, которые нам будут преобразовывать то, что мы собираемся писать в поток бинарника. То есть, соответственно, нам нужна кодировка не просто NK, а SC2, но еще и разделенная нулями. То есть, байты, разделенные нулями для того, чтобы правильно сформировать нам массив того, что мы будем передавать в X-Plane. А также те, которые мы будем просто напрямую писать в заданной нами кодировке в поток. И две обратные процедурки, которые будут нам преобразовывать пришедшие назад из X-Plane нам массивы байт, которые, первый вариант, будут приходить с разделителем в виде нуля между байтами. Соответственно, назад мы будем возвращать соответствующую строку, преобразованную к человеческому виду, назад. А также, соответственно, простые массивы, которые будут преобразовываться по указанной длине в заданную кодировку. Просто так проще, вообще не буду понятно здесь углубляться в программирование. Никоим образом это видео не является пособием. По как таковому программированию мое дело просто показать, каким образом можно что-то считать и записать в X-Plane, используя UDP протокол. А вы уже можете для себя, как хотите, соответственно, преобразовывать код для того, как вы привыкли писать, читать и так далее. Возвращаемся в нашу головную форму. И здесь пропишем несколько процедурок, которые, собственно говоря, будем в дальнейшем использовать. Что говорят, пока болтаешь, соответственно, забываешь, куда чего надо вставлять. Ну, естественно, понятно, ссылки у меня пока отсутствуют, поэтому включаем их по дороге. Также я создам два UDP клиента. Один у меня в основном все читает, другой пишет. Это уже, собственно, так скажем, просто из, в некотором смысле, опыта работы. Так удобней. Так не я, понятно, придумал. Вот так. Здесь у меня простой проект. Это тут совсем не нужно. То есть первый вариант запроса к симу — это отправка команды, для которой мы предполагаем последующего считывания. Вот этот вот парам1, можно его просто параметром назвать, чтобы было понятнее. То есть ключевое слово данной нашей команды — 2R и F. Таким образом отправляется команда к X-Plane, точнее группа команд, которую мы, соответственно, собираемся в дальнейшем читать. То есть X-Plane устроен следующим образом. Для того, чтобы чего-то из него нам прочитать, нам надо, во-первых, знать ссылки его внутри, в каком формате все это хранится. Вот эта ссылка я тоже дам под роликом. Здесь вот целая куча, да мягко говоря куча, тут просто гигантское количество тех самых внутрипрограммных ссылок, по которым у X-Plane хранятся параметры. Ну, естественно, в примере это будет. Как что-то пример, все будет, я думаю, понятно. Сейчас просто дольше про это говорить. То есть это, в моем случае, это команда. То есть команду, которую я собираюсь отправить в X-Plane. Дальше параметр. Второй параметр после именования. Команда у нас идет. Сколько мы собираемся раз это все читать. Рекомендуется не 5-10 раз. Но в данном случае у меня обычно я запускаю 10. Это там на буржуйских форумах. Они пишут, что для более точного качества считывания команды. То есть вот этот параметр всегда, по сути дела, статический. 5-10 там. Но хотите, 3 раза можете читать. То есть сколько раз читать данную команду. И третий параметр. Это X-Plane будет же нам возвращать некие значения по той команде, которую мы хотим из него получить. Чтобы их в обратную сторону можно было как-то идентифицировать, задается счетчик. То есть каждая последующая команда имеет уникальный номер счетчика. Именно таким образом он будет возвращать нам назад команду. Сейчас, когда текст будет совсем дописан, будет все это выглядеть гораздо-гораздо понятнее. Пока просто, собственно говоря, что это счетчик. И дальше, собственно говоря, после параметра пишется сама текст команда. То есть вот эта вот ссылка, которую я только что показал. Какая угодно. Которую мы хотим назад потом считать из X-Plane. То есть это вот первая процедурка, которую мы создаем. Теперь, собственно говоря, нам нужна еще процедура, которая у нас инициализирует соединение. Создаст само соединение с X-Plane. Для того, чтобы начать инициализироваться, я сейчас буду кратко пояснять, что, собственно говоря, я тут ваяю. Нам потребуется два постоянных параметра. Это некий порт, по которому мы собираемся подключаться к X-Plane, планируем. Ну, я взял 49707, опять же, на основании примеров. И также мультикаст IP-адрес. То есть эти IP-адреса серии 239-255 как раз используются для создания подобного рода протоколов, обмена информацией. То есть из интернета, понятно, вот эта вот связка не пингуется, и я просто беру первый адрес серии, на основании которого собираюсь в дефаут порт. И в дальнейшем, то есть если взять по порядку, во-первых, проверяю, создан он ли у меня уже на данный момент времени инициализировано соединение или нет. То есть изначально понятно оно. Можно это очевидно написать. Now И дальше создаем нового UDP-клиента. Создаем конечный IP-адрес. Соответственно, изначально, понятно, мы его не знаем. Надо определиться, где мы, собственно говоря, находимся. В нашем случае на локальной машине. Сдаем параметры клиента, которые мы создаем. Ну, во-первых, мы не единственная программа, которая может читать, даже используя этот адрес. Поэтому уникальное, эксклюзивное подключение ставим файл. Настраиваем свойства сокета, который собираемся открыть. Связываем UDP-клиента с локальным IP-шником, задаем ему тайм-аут, стандартная секунда. Здесь все понятно в миллисекундах. Создаем еще один IP-адрес, который, соответственно, будем использовать для открытия соединения. Получаем все сетевые интерфейсы, доступные на нашем компьютере. Собираем их все в массив. Дальше запускаем цикл по нашему массиву. Получаем интерфейс для, соответственно, каждого сетевого интерфейса. Ну, это автология получается, но тем не менее, сетевого интерфейса. Проверяем, является ли он IP-4. Проверяем его статус, что он должен быть в состоянии UP. Если эти два условия выполняются, запрашиваем конфигурацию сетевого интерфейса. Возвращаем, соответственно, адрес одноранговой рассылки. Ну, я сейчас не буду вдаваться в технологии интерфейса, просто описываю смысл происходящего. Дальше по всем этим адресам запускаем еще один цикл и, собственно говоря, ищем IP-шник. Наш собственный, по сути своей, с которым мы в дальнейшем будем работать. Если он, в данном случае мы его обнаружили на данном интерфейсе, мы можем его использовать, то подключаемся к групповой рассылке, используя, соответственно, заданный нами адрес на основании мультикастового адреса и нашего, соответственно, IP-адреса. То есть создаем, по сути дела, наш UDP-клиент. Ну, а дальше, собственно, вот вторая часть. Мы пытаемся подключиться, получить датограмму нашего, собственно говоря, конечного IP. На основании того, что мы тут насоздавали. Для этого создаем интервал задержки в виде цикла в 10 секунд. То есть максимальное время подключения, то есть подключить некую информацию, получить, вернее, некую информацию от нашего СИМа. То есть что мы создали рабочее, в общем-то, подключение. То есть смысл всего этого действия – это получить доступный адрес, наш, и порт, по которому мы, собственно говоря, можем работать. Дальше, собственно, создав конечную точку IP, перейти к непосредственной инициализации наших UDP-двух подключений. То есть это, в общем-то, процедура инициализации стандартная. Можно ее, кстати, использовать и для работы с удаленным компьютером. Поэтому, в общем-то, она несколько громоздка. Это можно, понятно, если хотите упростить, но работает и так. Создаем первый наш UDP-клиент, который у нас будет заниматься записью. Ему присвоим обнаруженную связку IP-адреса с портом, с открытым. Ну, если его не удалось нам открыть, то соединение данное, то возвращаем сообщение, что не удалось соединиться с симулятором. Далее создаем второй UDP-клиент, который у нас будет читать данные. В этом случае у нас отличаться он будет тем, что будет иметь ограниченный адрес, которым и сокет, с которым сможет работать. И будет привязан к нашему основному UDP-клиенту, который у нас занимается будет записью. Чтобы он у нас не своей жизнью жил, а работали они, понятно, с одним и тем же симом. То есть здесь мы, по сути дела, открытый сокет связываем с нашей локальной точкой. Так, ну, продолжим. Здесь, соответственно, на этом месте неплохо было бы чуть-чуть дать потоку поспать. Так, потоки у меня еще не подключены. Вот, и дальше я стартую параллельный поток, который у меня будет читать данные. Собственно, в нем вся и находится, будет находиться вся процедура вот от RIDAY FROM EXP. Ее я уже сюда перебросил. Значит, что у нас здесь есть? Ну, во-первых, мы, понятно, проверяем, что у нас данные есть вообще, откуда, чего бы то ни было читать. Создан UDP-клиент. Если его нет, возвращаемся далее, ну, в iot.ru. Так, создадим какую-нибудь, хочешь, переменную. Таким, который у нас будет, который будет контролироваться цикл работы нашего потока. Так, при соединении инициализируем, понятно, перед инициализацией. Делаем эту переменную равную TRUE. Если хотим остановить чтение данных, то остановим поток через еще одну кнопочку. Через еще одну кнопочку Так, сам говорю, что не буду это снимать. Я сам это делаю. Ну, да ладно. Не суть. Просто, чтобы у нас тут было что-то на что-то похоже. Так, пока у нас, значит, ридер работает, то есть разрешение мы его не решили остановить. Задаем массив байт, который будем получать. Получаем с потока, с UDP-клиента, который у нас открыт на чтение, данный массив, если вообще можем его в состоянии получить. Здесь можно обработать исключения, и вообще бы хорошего нужно делать, то есть доступен ли у вас сим или недоступен. Проверяться будет именно тут. В данном случае у меня сим, понятно, для демонстрации доступен. Он у меня там на заднем плане даже таки запущен и стоит на паузе. Дальше проверяем то, что у нас приехало из UDP-клиента на 0 и на 0. Очищаем результат. Собираюсь я его сохранять, понятно, банальный лист. Открываем поток памяти, запускаем ридер и читаем. Здесь вот как раз нам потребуются наши процедурки, которые в самом начале я писал, то есть ASC2, кодировка, которая у нас приходит из Сима. Начальные названия должны быть либо так, либо этак, начинаться, то есть вот этот вот заголовок мы считываем первые 5 байт, проверяем их на то, что информация, которая приехала к нам из потока вообще соответствует тому, что мы оттуда ждали, из UDP-соединения, прошу прощения. Тому, чему мы ждали, если нет, то идем в наш вечный цикл дальше, то есть запускаемся по новой, пытаемся считаться. Если это то, что мы ждали, считываем попозиционно из нашего ридера, из потока данные, дальше первое число у нас будет 32-битный номер параметра, тут я его, собственно, писал, а второе число, это будет само значение параметра, которое нам надо. Дальше результат я, ну просто, чтобы его вывести, сохраняя вот в таком вот виде в наш лист, то есть параметр, номер которого мы сейчас пропишем, я их еще на данный момент времени не прописал, и значение. Параметры, которые я, собственно говоря, получу от X-Plane назад, в свою очередь, после того, как я считаю, я очищаю текстбокс, который я бросил сюда вот на формочку, и у него вывожу значение из листа приехавших параметров. Теперь, собственно говоря, возвращаемся назад, то есть у нас фактически все готово, клиент, который у нас будет, ожидает у нас считывание данных, запущен, теперь нам надо, собственно, сказать X-Plane, о чем мы от него хотим. Команда задается вот таким вот, следующим образом, то есть та процедура, которую я описал до этого. Собственно, сама команда, которую я уже показывал, берутся вот отсюда. Какие нам нужны? Наверное, для примера, вот четыре команды задал, то есть это версия нашего симулятора, и позиция самолета, latitude, longitude, широта, долгота, и курс его. То есть десять раз я предполагаю их внутрилокальные считывания и параметры первый, второй, третий, четвертый, под которыми они мне вернутся. То есть вот в эту процедурку, про которую я только что рассказывал, здесь от одного до четырех, но я просто ограничиваю, чтобы если вдруг повалятся какие-то, иногда такое бывает, массивы, приедут не мои значения. То есть номера параметров проскакивали мне в процессе чтения, только те, которые я задал. То есть один, два, три, четыре. И они же мне будут, собственно говоря, выведены. Ну вот, собственно, с чтением оно фактически все. То есть можем уже благополучно запустить нашу микро-программулину. Так, единственное, сразу, прежде чем запускать, я скажу еще об остановке. Помимо того, что надо остановить цикл считывания, но это, я думаю, всем и так понятно, чтобы вот этот вот поток у нас не крутился бесконечно и не зависал в памяти программы после того, как мы из нее вышли. Также надо отправить, перед тем, как останавливать соединение с нашим симом, отправить с нулем все наши параметры, которые мы запросили, то есть чтобы он прекратил выдавать нам значения. и после этого закрыть оба UDP-соединения, которые мы открыли. Ну а теперь, собственно, запускаем ее. Жмем Connect и видим, что у нас тихо, мирно, благополучно сим возвращает 4 параметра 11.0.5.0.1 версия нашего сима 55, 90, 70, 30, 70, 43. Ну и так далее координаты моего находящегося здесь самолета и понятно курс. Параметров я, естественно, так останавливаю перед выходом наш поток и после этого закрываем программу. Естественно, это надо проверять и делать по-человечески. То есть я просто лишь показываю, опять же говорю, что надо сделать, не описывая, как это надо делать, ну в практической программе, не демонстрационной. Теперь, собственно, что мы можем писать и как мы можем писать в сим. Опять-таки, соединения создаются ровно тем же последовательностью, долей же последовательностью, какой и надо. Единственное, нам для записи достаточно создать одного клиента для записи. Ну в рамках этого видео у меня их тут создано два. Я более сложный процесс показал в начале. А теперь, собственно, покажу, как чего-то можно записывать. Есть несколько способов для разных случаев. Сделаем еще одну кнопочку. Назовем ее просто sendCommand. Это одиночные так называемые команды. То есть команда, которая не требует параметров. sendSingleCommand. Пусть будет так. Ну, простейшая команда данного образца. Вот я ее просто взял. Опять же, они все-все команды находятся здесь же в сносках. Это поставить сим на паузу. Команда кольцевая. То есть ее можно вызывать сколько угодно раз. Поэтому на ее примере нелегко демонстрировать его, собственно говоря, работоспособность. Я отдельно не буду прописывать процедуру инициализации соединения. Для записи чая она точно такая же. как и для чтения. Поэтому соединимся с симом. Дальше. Ну, у меня, понятно, все команды в листе находятся. Вот у нас сим стоящий на паузе. И вот нажимаем на эту кнопочку. Либо ставим сим на паузу, либо снимаем его соответственно с паузы. Ну, пожалуй, это самая простая вещь, которую можно показать. Ну, такие же команды. Это выпустить шасси, убрать шасси, включить какой-нибудь там свет, не требующий параметры, выключить какой-то свет, какие-то переключатели, еще что-то в этом роде. То есть здесь ключевое слово command, ретранслировать все это вот такой вот массив 509 байт длиной. Собственно, ну, здесь это просто проверка на существование, как я уже сказал, EDP соединения, открытого для записи. К этому моменту времени оно должно быть инициализировано, процедура инициализации. Все уже мы рассмотрели. То есть создаем массив, чек, байт, создаем поток, создаем райтер и в него запихиваем с помощью наших классики, в нашем сделанном преобразователе, конвертируем текст и дальше EDP клиент write, send, отправляем наш массив 509 байт и его, собственно, длину. Для унификации просто это сделано. Все достаточно просто. Следующий тип команд, который мы можем записать в сим, это команды с параметрами. То есть всегда в плод значения параметра, независимо от того, чего вы туда там шлете. Принцип тот же самый, что в предыдущий раз. The reference, заголовок в данном массиве, байт, который, соответственно, такой же длины 509 байт, создаем поток, пишем в поток, соответственно, заголовок, значение, команду и все остальное место заполняем, соответственно, пустым местом в кодировке с C2, пробелами. То есть нам надо, чтобы массив выглядел таким образом, отправляем это все в сим. И простейший пример данной команды. Установка частоты COM1, например, и значений 111 и 22. Вот так. Запустим нашу программу. не забываем, понятно, приконнектиться, инициализировать компоненты. Так, почему 134? А, ну, сам дурак. Частота же в герцах здесь, а не в килогерцах. То есть здесь, в данном свочи, вот так вот надо писать без всяких точек, хоть это и флот. Так, смотрим. Вот. 121 и 225. И что мы там хотели от нее? Это не то я. Ну, да, тут, понятно, до сотых дали. То есть, вот это частота. Можем сейчас... Можно тут, конечно, было бы нарисовать, где ее можно было бы задавать. И последнее, что я сегодня хотел показать, это команда по перемещению самолета, куда бы то ни было. Единственное, понятно, здесь просто на кнопочку повешу готовое перемещение в конечное место. не буду задавать параметров. Пять параметров надо здесь задать. Широта, долгота, высота в метрах, курс истинный и скорость, примерно деленную на два. Для нашего случая, там, сделаем 60. Для нашего маленького самолетика. Дальше точно так же формируется массив. И не забываем, что это самая длиннющая команда по пополнению. То есть, надо отслеживать примерно, когда сим очнется, считывая, считывая какие-то там тестовые команды, например. Просто, если вы, допустим, его перешвыраниваете на другой свой самолет, на другой повышария, то, понятно, команда на отрисовке, вернее, отрисовка в симе займет время. И поэтому это вот все займет. Все это придется время ждать. Так, запускаем, соответственно, нашу программку. Сейчас у меня сим перегрузится, чтобы был в Шереметьево. Мы стояли просто на полосе. Так, ну вот, сим у нас загрузился. Делаем соединение. И загоняем команду МОВ. Как я и сказал, он при этом как бы подвиснет. То есть пока эта команда будет выполняться, и все, вот мы оказались ровно на той позиции, которую я там прописал. Не забываем еще рут, понятно, установить в положении, характерное для данной позиции, куда мы перекинули наш самолет. Чтобы, собственно, было похоже, что он летит. Вот. И, пожалуй, все, что я хотел показать, ну, с радио, то, что там не закончил прошлый раз. 133.15. И на всем можно богополучно заканчивать этот ролик, говоря о том, что ровно на тех же самых принципах, по которым построено то, что я сегодня показал со следующей версии, будет вариация работы с этим совсем и в моей программе, которую я использую для тех, особенно, у кого не работало соединение через Супик, то есть, теперь будет доступно и соединение через UDP, то есть, вот, ровным счетом оно сейчас у меня просто, я его тестирую до конца недели, я думаю, таки закончу, потому что, чем просто что-то показывать, естественно, во-первых, я это вначале пробую, во-вторых, это надо довести до ума, прежде чем давать пользоваться людям, теперь у меня инвариантный работа, инвариантная работа моей собственной программы, то есть, можно работать таким образом, можно иным, как кому в общем будет нравиться, все данные теперь, те, которые раньше у меня получались оттуда, можно получать теперь и таким вот образом, ну, на всем, пожалуй, собственно говоря, в чем, в общем. В общем, м